всем привет логично продолжить тему баррола барбареско на самом деле я хочу спуститься чуть ниже в категорию набиола дело в том что баррола и барбареско это номинование все-таки местности набиола предполагает уже спускание к сорту но все равно здесь есть марка диоси в плане того что она все равно должна быть из пьемонта то есть из более широкой местности но определенные все-таки тут еще есть некоторые хитрости которых дальше во первых давайте скажу что это такое это у нас мартини ланге на биола 2014 хороший год хорошенько плитами что здесь интересного ну во первых это тот же сорт винограда что и баррола но насчет на биола как бы как наименование уже никто особенно не парится чаще всего это молодые лозы и более легкое отношение к винификации то есть технологически она может быть таким же но выдержка явно будет меньше иногда там достаточно год а может быть даже меньше главное чтобы его стабилизировать я думаю что о структурировании даже особенно никто и не думает хотя сорт нуждается структурирование так как он из прозрачных запах классический что нам надо знать о мартини 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 это их родной регион но все таки основной вид продукции это вермуты и по ним эта марка известна мире и в том числе у нас и какая даже была такая свое время мода на эти вермуты их или и чистыми и смешивали то есть такое интересное время было но я даже помню свое время что настолько надоело это мартини что было невозможно даже просто его нюхать да были такие времена так вот если вы зайдете в вивину то поэтому вину по этой линейке вин от мартини вы найдете только русскоязычные отзывы почему так случилось дело в том что мартини сделали эту линейку барбареска набиола и они помню спускались они дальше там для барберы там или дать чета сделали для российского рынка в период того времени развития нашего рынка когда появился интерес к сухим винам корпорация большая посчитала что у них есть возможность завоевать на этом рынке свою долю и поэтому они выпустили грубо говоря стм то есть делал не сам завод мартини а по заказу ну то здесь они выступили негациантами да они прибавили свое имя к производству другого завода это неплохо но проблема в том что не прижилось по разным причинам я сейчас не буду вдаваться я этот продукт не продавала не продвигал не знаю во всяком случае барбола и барбареска сейчас у кого-то осталось только в коллекции кто-то себе взял ну просто как такой интересный момент в развитии вина и набиола вот это в частности выводится из сети но и вообще мартини закрыла эту линейку поэтому это все остатки и почему она нам опять же интересно дело в том что предыдущая цена этого вина там 1500 может начали потом 1200 1300 а сейчас его распродают принципе там около 900 рублей и тогда это получается ну вообще зашибись цена только надо понять что внутри то есть обычно за такую цену ну я не говорю за 900 рублей за полторы там 1200 мы получаем достаточно молодые вина среднего уровня здесь все таки мы имеем достаточно неплохой регион в плане рейтинга диоси и 2014 год то есть достаточно выдержанное вино и плюс сотный белый не сказать что редкий но все таки с ним надо уметь работать давайте по цвету посмотрим цвет ну такой интересный это как сказать рубин но в сторону такого коричневого цвета там рыжины но сложно сказать потому что цвет еще достаточно ярко в красную сторону очень такой прикольный сбоку может быть этого не видно особенно но когда смотришь просто вниз на ножку цвет просто завораживающий очень прозрачный очень такой вот а вот так я встал бы так коньячный оттенок не рыжина и не коричневого а именно такой коньячный оттенок какой благородный на самом деле отлично выглядит судя потому что очень долго стекают ножки тут все-таки достаточно много алкоголя хотя я смотрю уже 13 половиной такие вина могут быть и 14 но она кое достаточно плотненькая значит все таки провело какое-то время в дубе давайте понюхаем до классический нос набиола вишня но если мы берем там классические такие боролы они могут уходить в сушеную вишню здесь все таки вишня такая кондитерская как раз таки такая в ликерном состоянии в собственном соку в легком конфитюре но все-таки достаточно свежая но там ее парфюмированности в плане карамельности там какой-то все-таки чувствуется он достаточно такой эфирный пока этому вину было бы неплохо быть декантированным я думаю я не стал в плане ну я все-таки видите использую аэратор но я не стал в плане декантировать потому что я потом вина отдаю там и такое сейчас время странное что даже не могут сразу забрать поэтому декантация особенно с прошлым вином она достаточно быстро его делать готовым его надо пить прямо в этот день в общем это мелочи жизни интересно вкусное вино единственно что непонятно по кислотности она очень округлая очень округлая то есть она есть она встречает нас встречать такой немножко такой фруктовый яблочный кислотностью такой железный немножечко и она очень округлая и такое ощущение что вино если не overpick то не так много времени у него осталось есть легкая горчинка но она не так сильно воспринимается сколько вот эту вот округлость и не за что схватиться в этом вине такое ощущение что-то недостаточно структуры то есть если бы его подержать еще было в дубе там несколько лет то может быть уровень был бы поинтереснее ну так все в нем есть даже чуть-чуть бочкового момента есть но не так сильно выраженного но и фруктовости не хватает и чайно здесь выступать немножечко другим моментом розой и каркаде только таким совсем легким то есть вот этой вот атаки не хватает есть атака в ароматике эфирность но она тоже такая опять же очень круглая давайте попробуем еще вот они не схватили на втором глотке ну как то это очень так морсово компотно и в плане того что в некоторых винах это хорошая часть когда у них хватает концентрации здесь все-таки концентрации не так много но опять же назвать это плохим вином не могу мне кажется за 900 рублей его можно взять попробовать но ящиком наверное не брать потому что достаточно просто и прям вот хочется чтобы это было под какой-то обед даже не под ужин такой бранч обед вот под такое солнце хорошее наверное это было бы неплохо как самостоятельное вино не подходит но только если это будет вообще спик изи полный такой чуть ли не вариант пикника что-то такое слушайте но может быть это вино так и задумывалось поэтому принципе одну бутылочку тем более по цене там около 900 рублей я думаю что можно себе взять напомню что у нас сегодня мартини лангин и биолог вот